Из беседы святителя Иоанна Златоустова, о мытаре и фарисеи. Мы слышали сегодняшнее евангельское чтение. Господь сказал эту притчу. Я представляю тебе многие пути покаяния, чтобы через разнообразие путей сделали тебя удобное спасение. Какой же это путь из них? Смиренно мудрее. Будь смиренно мудр и разрешишь узы греховные. И на это есть доказательство в Божественном Писании, в повествовании о мытаре и фарисее. Пришли, говорит Писание, в Евангелие Тухи 18 глава, фарисей и мытарь, в церковь помолиться. И начал фарисей исчислять свои добродетели. Я, говорит, не такой грешник, как все люди или как этот мытарь. Бедная и несчастная душа, ты осудила всю вселенную. Для чего же еще оскорбляешь ближнего твоего? Мало было бы тебе вселенной, если бы ты не осудила мытаря. Поэтому ты обвинила всех и не пощадила даже и одного человека. Я не таков, как все люди, как этот мытарь. Дважды в неделю пощуся, даю бедным десятую часть моего имущества. Надменное слово произнес фарисей. Несчастный человек, пусть ты осудил всю вселенную. Для чего же уязвил и стоящая близ тебя мытаря? Ты не удовольствовался бы осуждением вселенной, если бы не осудил стоящего с тобой мытаря. Что же мытарь? Услышав это, он не сказал, а ты кто такой, что говоришь это обо мне? Откуда знаешь жизнь мою? Ты не имел оснований, не жил со мною, не приводил много времени. Почему столько превозносишься? Кто свидетель твоих добрых дел? Зачем хвалишь сам себя? Зачем льстишь сам себе? Ничего такого не сказал мытарь, но, преклонившись, помолился и говорил, Боже, будь милостив ко мне грешному. Через такое смиренно-мудрее мытарь сделался праведным. Фарисей вышел из храма, потеряв праведность. А мытарь вышел, стяжав праведность. И снова победили дела. Один делами погубил праведность, а другой, словом смиренно-мудрее, стяжал праведность. Прочем, что это и не было смиренно-мудрее. Смиренно-мудрее состоит в том, когда кто, будучи великим, уничижает себя, по признанию мытаря, было не смиренно-мудрее, а сущая правда. Слова его были справедливы, потому что он был грешник. Если же мытарь, будучи грешником, получил стой великий дар за смиренно-мудрее, то не гораздо ли более получит человек добродетельный и смиренный? Итак, если ты исповедуешь грехи твои и покажешь смиренно-мудрее, то будешь оправдан. Но хочешь ли узнать, кто истинно смиренно-мудр? Посмотри на Павла, подлинно смиренно-мудрого. На Павла, учителя вселенной, духовного витию, сосуд избранный, пристань необуреваемый, столб непоколебимый. На Павла, который в малом теле обошел вселенную и как бы на крыльях обтек ее. Посмотри, как его смиренно-любомудрствует. Он простолюдин и мудрец, бедняк и богач. Его-то называю истинно-смиренно-мудрым. Его, который понес бесчисленные труды, одержал над дьяволом бесчисленные победы, проповедует и говорит, благодать его во мне не была тщетна. Но я в боли всех их потрудился. 1 Коринфянам 15 глава. Он, претерпевший темничное заключение, удары и бесчевания, уловивший посланиями вселенную, призванный небесным голосом, он-то смиренно-мудрствует, который говорит, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом. Видишь великость смиренно-мудря. Видишь, как Павел смиренно-мудрствует, называя себя меньшим из апостолов. Ибо я, говорит, наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом. В том-то и состоит истинная смиренно-мудрсть, чтобы смиряться во всем и называть себя меньшим. Подумай, кто был, сказавший эти слова? Павел, гражданин небесный, хотя еще облеченный немощным телом, столб церкви, земной ангел, человек небесный. Люблю останавливаться на этом муже и созерцать красоту его добродетели. Не столько радует мои очи, взошедшее и спускающее светлые лучи солнца, сколько освещает мою душу Павел. Солнце озаряет глаза, а Павел как бы на крыльях возносит нас к самым сводам небес и возводит душу выше солнца и луны. Такова сила добродетели человека, она делает ангелом. И душу, как бы на крыльях, возносит к небу. Аминь. Сейчас мы совершим еще молитву благодарственную. Помолимся благодарственным Акафистам. Слава Богу за все.